Что вы видите на моём? Он уйдёт хорошую печаль. Знакомые слова. Кажется, пушки. Девчонки! Привет! Сегодня наш веб-каст и он уйдёт к нам. Вы знаете, что есть так называемые знания, которые изучают и основания всех знаний. Юлия, Вы знаете, что что обычно обычно приходят к нам? Вы знаете, что это значит? Вы знаете, что это очень интересно для меня. Я знаю информацию о моём, но я не знаю о вашем канале. Сегодня наш основной задачей это научить как мы можем о нем. Чтобы сказать, что историю о нем очень старого, что никто не найдёт в начале. Только я могу сказать, что, первое, названия были просто descriptive. Например, «beautiful», «smart», и так далее. Стиптивные названия были созданы от администрации, например, «фейл», «модест», и «фин», «блот», 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 и «фин», «блот». «блот». И эти названия были грика, роман, и южные названия such as «мэри», «марса», «жосеф», «жосеф». Гристиан Неамс will have гриста «мигру NES» The pull us junto with н .. ha Существующие названия как Бедвулф, Вольфгар и Вильврид, появились. Существующие политические народы, Франция и Германия, появились названия Матилда, Вильям и Джейджи. Что касается surnames, как они появились? Существующие названия Матилда, которые были использованы для того, чтобы уничтожить одного человека с другими названиями. Существующие названия Матилда в 12 и 16 веке. Привет! Привет! Это Елена Николаевна и мы хотим сделать интервью о твоем имени. Елена Николаевна, вы спросите, что твой имя означает? Да, я спросила. И это интересно знать, что мой имя означает «лайт». Правда? Да, из греховного языка это «лайт». Это интересно. И как вы думаете, название человека сделает в будущем человека, его destiny? Да, я верю, что это влияет на долю человека. И, как мне, это не для меня, чтобы судить. Да? Но это важно для вас, чтобы судить, как я являлась природа или нет. Спасибо большое. Как вас зовут? Изаним, Саша. Ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, что значит ваше имя? Да. И что значит свое имя? Ты знаешь, Саша? Инна Александров значит «язычный». Правильно, да. Мужчина. Елизавета, а хочешь узнать, что значит твой имя? Хочу. Имя Лиза значит «божий объект», «обещание Бога». Теперь ты будешь знать. Сергеем, Андреем, Иваном, Ирином, Марином, Татьянами. Теперь детей стараются назвать. А было время именами странными, подаривая их отец и мать. Вот стали взрослыми, а то и старыми. Энергия, Ванцетти, Володар и воин-мор во славу Красной Армии. И Трудомир в честь мира и труда. А теперь давайте поговорим о именах России. Наука, изучающая имена собственные, называется аномастика. Она происходит от греческого слова «анома», что значит «имя». Имя человека – это отражение его сущности, отражение фантазии, привычек, быта и культуры народа, которым он принял. В истории русских личных имен выделяются три этапа. Первый этап – дохристианский. Используются имена исконно-русского происхождения. Второй этап – принятие крещения Руси. Используются имена, пришедшие из византийской церкви. Третий этап – новый этап. Этап Великой Октябрьской революции. Появляется творчество имен и имена из разных стран. Используются именами, которые давали ребенку по тому или иному признаку. В древности люди считали, что имена нельзя никому рассказывать, их нужно скрывать. Потому что, зная всего лишь имя ребенка, не поможет его назвать позже, а тому хуже – навредить. Имена также давались по тому, каким по счету рождался ребенок. Например, перва – первый, вторая – второй, третья – третий. В настоящее время мы даже видим фамилии, которые связаны с этими именами. Например, третья или третьяков. Также имена давались по признакам ребенка. Например, по росту. Или по цвету волос. Беляк белый. Или же по характеру. Кубаша. После крещения Руси в практику вошли так называемые календарные имена. Календарными мы их называем так сейчас, потому что имена детям присваивались по церковному календарю. Родился в день Николая – будешь Николаем. Был в старину такой обычай. Несли младенца в церковь. Там, в старинице святцев, пальцем тычет, поп имена давал по дням. Культы родился в день Ефима, то назван именем таким. А если в день иеронима, то хошь не хошь иеронима. В годы после Октябрьской революции основной массе прирожденных давали старые имена. Однако, после Октябрьской революции могут вошли новые имена. Все реже стали устраивать их полный свадьб. Это была просто регистрация. Эпоха новых секондов врывалась в плечи цехов и сел. Шлям Вилохию и Пивкома, Аталаитов и Комсомол. Они в своих созвучной эре именовали Активиат, Царя, Идея, Пионери, Рюмир, 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 Рюмир и Дема. Очень часто встречаются сокращенные формы имени. Они могут употребляться в различных ситуациях, за исключением официальных. Например, Маша, Майя, Марья, Маша, 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 Мастенька, Дождь и Косе, Ася, Стась, Настенька, Дочь Анастасия, просто жизнь фантастика. Трех матрех вместила Ася, Стась, Настенька, Дочь Анастасия. А теперь немного статистики. Давайте узнаем, какие имена в России считаются самыми популярными, красивыми, редкими. Итак, рейтинг мужских имен. Самыми красивыми мужскими именами признаны Александр, Сергей, Андрей, Максим и Никита. Самыми красивыми считаются Александр, Андрей, Максим, Станислав и Игорь. И самые редкие имена Афанасий, Вальдемар, Эдуард, Аристарх и Адам. А теперь рейтинг женских именов. Самыми популярными признаны Анастасия, Анна, Елена, Ольга, Дарья. Самыми красивыми признаны Мария, Юлия, Анастасия, Дарья. Самыми редкими считаются Алифтия, Полина, Клавдия, Варвара, Зинаида. Ой, мои имена самые красивые. А теперь поговорим о значении имен. Валентина Александровна, специально для вас мы узнали значение вашего имени. Итак, Валентина – это форма, пришедшая от мужского имени Валентин и означает «здоровая и сильная». Еще несколько лет это имя было очень популярным. Сейчас же именем Валентина родители не так часто называют своих дочерей. А уважаемая Виктория Хаска, мы также поинтересовались о значении вашего имени. Ваше имя происходит от латинского «Виктора» и означает «Пагеда». Ребят, привет. Как вас зовут? Данила и Никита. Данила и Никита. Ребята, вы когда-нибудь задумывались, что значат ваши имена? Я – да. Да? И что? У меня мое имя обозначает «Победитель». Как Александр, да? Или Виктор. А имя Данила не знаешь ничего? Нет, я вообще не интересовалась. Вот, Данила, теперь ты будешь знать. Твое имя значит «Суд Божий». Девчонки, мы уже с вами столько говорим об именах. Вы себя уже не чувствуете профессорами, а? Да, я вот даже по этому поводу приобрела очки. Чувствую себя настоящим профессором аномастики. Жень, ты что-нибудь знаешь про мое имя? Насколько я знаю, имя Юлия произошло от имени «Юлиус» латинского происхождения, которое означало «кудрявый, пушистый». Следовательно, Юлия тоже кудрявая и пушистая. Это правда? Мои родители выбрали мне неправильное имя. Я совсем не кудрявая и совсем не пушистая. Жень, а я могу тебе рассказать о твоем имени? Пожалуйста. Оно происходит от греческого мужского имени «Евгений» и означает «благородный». Потому что ты у нас благородных королей. Спасибо, теперь я буду знать. Яна, а ты знаешь свое имя? Нет, не знаю. Хочешь, я тебе про него расскажу? Хочу. Твое имя очень интересное, оно означает «Богом данное». Ты маленький ангел. Намес play an important role in people's life. Some one even believe that the name you have chosen for a baby make his or her fate. Now we'd like to read you a poem by Lamb. In this poem you will understand how it can be difficult sometimes to choose a name for a baby. What would please her? Charla, Julia or Lisa. Ann and Mary. They are too formal. Jones too formal for a woman. Jane, the Britain ain't beside. But we have a Jane that died. They would say, if it was Rebecca, that she was a little quicker. And this is pretty, but she looks better in all English books. Ellen's left a long go. Blanche is out of fashion now. None that I have named as yet are as good as Margaret. Emily is knit and fine. What do you think of Caroline? How I'm puzzled and perplexed. What to choose or think of next? I'm in a little fever. Blast the name that I shall give her. She'll disgrace her or defame her. I will leave her part in her. Вот и подошел к концу. Наш второй каст об имена. Нас очень заинтересовала эта тема. Мы изучили много литературы. Надеемся, что вам было интересно и познавательно послушать нас. Если же вас эта тема очень сильно заинтересовала, в библиотеке вы найдете достаточно книг по этому поводу. Bye. Пока. Пока.